Ну и вначале об особенностях при вратностях заполярной зимы. После обильных снегопадов апатиты занесены снегом. Сугробы лежат на обочинах, во дворах и даже на центральной площади. Когда почистят город и где это происходит, только лишь после вмешательства общественности, знает Антон Рассказов. Это видео в редакцию прислали телезрители из апатитов дороги в ужасном состоянии ездить даже с разрешенной скоростью в 40 км в час. Невозможно, максимум 20-30. И так было несколько дней подряд. Не стоит забывать, что в течение 10 дней у нас интенсивное падение снега продолжается. И норма по осадкам в разы превысила среднемесячную. Плюс эпидемия гриппа тоже сказалась на трудовом коллективе подрядных организаций. Тем не менее, в ближайшие дни недостатки все будут устранены на дорогах. В апатитах скопилась уйма снега во дворах, вдоль дорог и у пешеходных переходов. Там хоть стараются расчистить горы, чтобы улучшить обзор. Но не везде. Например, у магазина Ника из-за сугроба не видно, собирается ли кто-то переходить дорогу. Наша съемочная группа даже провела эксперимент. За сколько метров от зебры водитель заметит пешехода. Результат на ваших экранах. Пешехода не видно, даже если он готов перейти дорогу. А ведь зимой затормозить мгновенно невозможно. И вот такие сугробы, как этот, в два человеческих роста по всему городу. Едем дальше. В городе сбивают сосульки. Удивительно. Но, как нам сказали телезрители, проживающие в соседнем доме, в этом доме это делают регулярно. Ведь могут же, когда хотят. Чистят. Как часто? Ну вот с крыши скидывают через день. Ну смотрите, вот за день вот это все накопилось, что ли? Накопилось, потому что у нас эта сторона и солнышко сюда. Если день не вычистят, все время. И даже не снимают вон эти. Этот дом, кстати, находится в ведении управляющей компании «Наука». А вот к этому многоквартирному дому в центре города хотелось бы внимания надзорных органов. Но вмешательство общественности пока тоже эффективно. А вот показательный пример, как работает страничка народного телевидения ВКонтакте. Только вчера телезрители добавили фотографию, что на девятиэтажке прямо напротив администрации громадная шапка снега. И была подпись, кому она упадет на голову. Сегодня мы сюда приехали, еще нет 12 дня. Шапки нет и крыша почищена. Убирать начали на площади Ленина. Там, как нас заверил по телефону директор компании подрядчика «Чистый город» Виктор Богатырев, к вечеру, то есть к моменту выхода этого сюжета в эфир, все должно быть вывезено. Весь снег в этом году ввозят в район городской свалки. А вот хороший пример, что называется использование снега по назначению в Академградке рядом с хоккейной коробкой и снежной кучей. Построили громадную горку. И людям хорошо, дорожки чистые и детворе на радость.